Ну что ж, добро пожаловать обратно на наш Минский форум. Надеюсь, вы смогли насладиться обеденным перерывом. Мы за это время работали, потому что наш сервер перестал работать, и мы приложили все усилия, чтобы переехать в другое место. Где нас сейчас можно видеть, это канал YouTube фонда имени Конрада Аденаура. Мы всем вам разослали имейл со ссылкой, по которой вы можете выйти на нашу платформу YouTube Германа Белорусского общества, и там вы можете следить за стримом. Вы можете также через Twitter следить за нашим форумом. Соответствующий линк мы тоже вам переслали. Это вот такое техническое сообщение. Ну что ж, сейчас мы начнем нашу панельную дискуссию, ведущим которой выступит Якоб Воленштайн, и тема «Беларусь после четырех месяцев протестного движения, путевыхода из политического тупика». Большое спасибо, господин Латушко, уважаемые эксперты. У меня большая радость и честь поприветствовать вас в рамках нашей второй панельной дискуссии, которая посвящена четырем месяцам протестного движения в Беларуси и путям выхода из политического тупика. Мы уже сегодня услышали о том, каким образом обстоит политическая ситуация в Республике Беларусь. Более того, господин Шнайдер, профессор Шнайдер, представил нам свой доклад по истории Беларуси, из которого мы узнали о том, каким образом развиваются события на территории этой страны. Мы узнали также о том, сколько же сейчас человек страдает. Конечно же, цифры сухие сами за себя не говорят, за ним постоят ужасные страдания и печаль. Как бы то ни было, нам стоит обсудить возможные выходы из данного кризиса. У нас час отведен на эту дискуссию, шесть докладчиков, и я думаю, что мы сможем найти исчерпывающие ответы на эти важные вопросы. Как бы то ни было, это важная возможность провести обсуждения, задать тонну в некотором плане, а также, безусловно, оценить ситуацию и проработать возможные перспективные подходы к выходу из кризиса на будущее. Без дальнейших промедлений я хотел бы сейчас начать эту панельную дискуссию. И это единственная панельная дискуссия, в которой участвуют исключительно белорусские докладчики. Я единственный человек, который здесь не белорус, буду выступать в качестве модератора. И мы все, конечно же, согласны с тем, что белорусские проблемы, прежде всего, должны решаться белорусами, и только белорусам принимать решение о том, как они будут регулироваться. Далее есть еще одно политическое заявление, которое я хотел бы сделать. Здесь среди докладчиков у нас нет представителей белорусского режима, и они не присоединились к нашим дискуссиям сегодня. Я думаю, вот такая оценка, которую мы сейчас выполним, — это отправная точка. И я сейчас хочу представить вам первого докладчика, господин Валерий Карбалевич, политолог аналитического центра «Стратегия». И мы попросили бы его поделиться с нами первыми своими впечатлениями в рамках этого пятиминутного отрывка. Пожалуйста, расскажите нам о том, каковы сейчас трудности, какие проблемы имеются, и затем мы поговорим о потенциальных путях выхода из них. Большое спасибо вам, господин Карбалевич. Вам слово. Уважаемые дамы и господа, коллеги, надеюсь, меня слышно. Я хотел бы сказать очень коротко. Суть белорусской революции, и именно словом «революция» я хочу определить то, что происходит в Беларуси. Это конфликт между властью и обществом. Общество не признает легитимности результатов выборов, требует вернуть власть народу, а правящий режим стремится удержать власть, опираясь на грубую и голую силу, осуществить принудительную легитимизацию. Поскольку Лукашенко отказывается идти на диалог с обществом, то компромисс невозможен, и белорусский конфликт может быть разрешен только в результате победы одной из конфликтующих сторон. Несколько месяцев страна живет в состоянии холодной гражданской войны, которая время от времени перерастает в горячую. Тут уже говорилось о количестве людей, свыше 30 тысяч людей прошло через тюрмы. Беларусь не знала такого уровня политического насилия со времен нацистской оккупации, а в Европе таких масштабов, такого протеста, не было в 40-х годах. Какие глубинные причины белорусского кризиса и белорусской революции? Несколько коротких тезисов. Очень интересную оценку белорусской революции, с которой я согласен, дал известный британский политолог Эдвард Лукас. Он сказал, «Вы догоняете поезд, который пропустили в 90-е годы. Это последнее эхо революции 1989-91 годов». То есть, говоря по-другому, мы слышим шум падающей Берлинской стены. Основная причина революционного взрыва заключается в том, что белорусская социальная модель, созданная Александром Лукашенко четверть века назад, исчерпала свой ресурс и стала тормозом развития общества. Общество переросло государство, ему стало тесно в его рамках. Этот конфликт не может быть разрешен, пока государство не станет соответствовать запросам общества. И для пришедшего движения политизированного общества любая избирательная кампания несет в себе угрозу нового политического взрыва. Теперь власть не сможет проводить выборы в стране так, как раньше, а впереди, напомню, и местные выборы, и запланированный референдум по новой конституции. Белорусская модель была основана не на доверии общества к политическим институтам, а на доверии к Лукашенко. Легитимность режима во многом основывалась на личной харизме главы государства, а кризис доверия к нему привел к острому политическому кризису. Итогом последних событий стала десакрализация власти как таковой. Власть потеряла моральный авторитет, и таким образом белорусская революция, как и украинская революция 2014 года, стала революцией достоинства. За несколько месяцев произошла ускоренная социализация общества. Обыватели внезапно превратились в граждан, народ превратился в политический субъект, чего правящий режим не желает признавать. За последние месяцы в Беларуси сформировалось гражданское общество, завершается процесс становления белорусской нации. Обычно нация формируется в борьбе с какими-то внешними противниками – империей, метрополией. В случае с Белоруссией формирование нации происходило в ходе борьбы с правящим режимом. Это еще один парадокс белорусской революции. И, кстати говоря, в эти месяцы мы впервые увидели, что есть белорусская диаспора, как часть белорусской нации, которая активно поддерживает протест. Однако протестное настроение общества, восстание масс не превратилось в кризис верхов, не привело к расколу элит, что по всем теориям является необходимым условием победы революции. Ожидание, что под моральным и психологическим давлением народа государственный аппарат начнет разваливаться или переходить на другую сторону баррикад не оправдались. Почему? Потому что в Белоруссии сильный и консолидированный авторитарный режим. Ни один государственный институт не избирается народом, не подотчетен народу, не контролируется народом. Все они абсолютно стерильные от инакомыслия. Для противников режима в госаппарате нет точек опоры. В Белоруссии огромное присутствие государства во всех сферах общественной жизни. Есть жесткая вертикаль власти, которая сверху формирует лично Лукашенко. Государственный аппарат не зависит от народа и потому не реагирует на его требования, но остается лояльным к тому, кто его создал. По этой причине попытки общества захватить государство, взять его под свой контроль, не могли увенчаться успехом. И, судя по всему, победа белорусской революции возможно только в результате слома государства. Как это осуществить в ходе принципиально мирной революции? Это вопрос. Такого в истории еще, наверное, не было. И это, опять же, уникальный белорусский феномен. За эти месяцы после выборов в противостоянии с революцией произошел дефолт государственных функций. То есть государственные учреждения перестали выполнять свои обязанности. Фактически разрушается внешняя политика Белоруссии, страна теряет свою международную субъектность, правовая система и институты правосудия полностью разрушены, а без этого невозможно существование полноценного современного государства. В стране последовательно разрушаются структуры бизнеса, культуры, вот Купаловский театр, пример, спорта, те, которые подозреваются в нелояльности к правящему режиму. То есть государство лишает себя своих функций, оставляя только те, которые обеспечивают сохранение власти. Государственные институты, призванные удовлетворять потребности общества, переориентируются на самообслуживание, на защиту собственных интересов от претензий со стороны общества. Произошла редукция государства до политического режима. Я попрошу вас вкратце подвести итоги. Да, происходит эволюция режима в направлении милитаризации, силы безопасности стали системообразующим элементом лукашенковского режима. И последний тезис. У белорусской революции нет геополитического контекста. Она не прозападная и не пророссийская. Она только пробелорусская. Спасибо. Большое спасибо вам, господин Карбалевич, за то, что обрисовали ситуацию, описали контекст. Я считаю, что очень хорошо, что вы отметили то, что кто-то ожидал, что белорусские элиты столкнутся с расковом. Этого не произошло. И мы передаем слово нашему следующему митманчику, господину Павлу Латушко, министру культуры Республики Беларусь в отставке. И, пожалуй, это также человек, который является членом президиума Координационного совета и руководителем Народного антикризисного управления. Сейчас он находится в Варшаве. И слоган этого антикризисного управления звучит следующим образом. Действует сейчас, безотлагательно. И недавно были проведены исследования, в соответствии с результатами которых некоторые в Беларуси видят господина Латушко как потенциального кандидата следующих выборов. Итак, господин Латушко, вам слова. Большой Минскому диалогу за возможность представить мою позицию. Ну, прежде всего, я хотел бы констатировать, что сегодня в нашей стране мы наблюдаем глубокий внутриполитический кризис, который уже стал проблемой региональной безопасности в Центральной и Восточной Европе. Это очень важно подчеркнуть. Это уже проблема региональной безопасности. Внутриполитический кризис связан с тем, что мы констатируем нелегитимность главы государства, которая подтверждена большинством наших граждан. Мы фактически и юридически имеем правовой дефолт. Конституция страны не работает. Исполнительная власть руководит судебной системой и законодательной властью. То есть, фактически, три ветви власти перестали существовать в нашей стране и селись в одно единое целое, в сильных объятиях нелегитимного главы государства. Фактически, мы констатируем большое, массовые репрессии в нашей стране. Более 31 тысячи граждан нашей страны подвергнуты задержаниям и арестам. 4 тысячи граждан нашей страны представили заявление в правоохранительные органы с целью начала производства по фактам насилия, нарушения их прав. Ни одно уголовное дело не заведено. Это еще одно подтверждение правового дефолта. Мы имеем и глубокий экономический кризис, который может в перспективе перерести в экономический дефолт. Падение ВВП, золотовалютных, резервов, национальной валюты, падение экспорта, падение инвестиций и, как следствие, падение уровня доходов населения заработной платы и пенсии. Общество также находится в кризисе в социальном и, если хотите, моральном, что подтверждает наличие проблемы региональной безопасности в Центральной и Восточной Европе, связанной с нашей страной. Прежде всего, это внешнеполитический дефолт. Нелегитимность Лукашенко подтверждена решениями многих парламентов различных государств мира. Сегодня стоит вопрос угрозы независимости и экономического суверенитета нашей страны. Значительно растет миграция, беженство, которое сдерживается на сегодняшний момент только пандемии, проблемами, связанными с болезнью COVID. Мы имеем дипломатический кризис, понижены практически до нуля уровни внешнеполитических контактов руководства Беларуси в отношениях со многими государствами мира. За четыре месяца ситуация с точки зрения подхода и выхода из подходов по выходу из сложившейся ситуации не изменилось. И это тоже нужно понять всем, кто участвует в поиске выхода из сложившегося кризиса. Прежде всего, я хотел бы аргументировать это следующим. Первое. Европейский Союз осуществляет все попытки Европейского Союза осуществлять официальные контакты с властями в Беларуси не увенчались успехом и в настоящий момент они невозможны. Европейский Союз одновременно имеет активные контакты с гражданским обществом Беларуси. Второе. Россия в свою очередь осуществляет официальные контакты с нелегитимной властью Беларуси, но категорически отказывается общаться с обществом. Такая ситуация имела место быть как в августе, такая ситуация имеет место быть как в декабре этого года. В чем причина и почему не сделаны соответствующие шаги для того, чтобы изменить эту ситуацию? Я возглавляю в настоящий момент Народное антикризисное управление, являясь также членом Президиума Корреляционного Совета, который легитимизирован решениями Европарламента. В наш состав входят как члены Корреляционного Совета, так и представители гражданского общества, бывшие чиновники. Мы фактически предлагаем инструментарий по решению главной задачи осуществления диалога в стране. Мы говорим о важности принуждения диалога. Мы вновь предлагаем Европейскому Союзу сформировать миссию высокого уровня для начала диалога с Российской Федерацией и в последующем принуждения власти Беларуси к внутриполитическому реальному диалогу. Если высокая миссия не может быть сформирована по неким соображениям Европейского Союза, мы предлагаем главе Еврокомиссии назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Беларуси. Такая практика как в первом, так и втором случае имела место быть в истории Европейского Союза. Почему необходимо начать этот диалог? Выгоды для ЕС. В Беларуси будет прекращено нарушение прав человека с точки зрения также будет ликвидирован региональный кризис. Какие выгоды для России? И Россия терпит огромные имиджевые потери внутри Беларуси, поддерживая нелегитимного Лукашенко. Россия также минимизирует экономические последствия для своей экономики, необходимости вливания огромных средств для стабилизации в экономику нашей страны. Надо констатировать также, что Россия на сегодняшний день не признает факты и фактически идет двойными стандартами в оценке своего насилия, которое имеет место быть на территории нашей страны. Говоря о нарушении прав человека во Франции, в Польше, но не признавая, не видя массовые нарушения прав человека в Беларуси. Для Беларуси такой диалог важен для того, чтобы беларусы могли реализовать право на честные выборы, прекратить правовой дефолт, остановить процесс миграции и минимизировать экономические потери. Но для этого нужна воля, воля Европейского Союза и воля Российской Федерации. Воля у беларусского народа есть. Почему невозможен подход реализуемый сегодня Россией в Беларуси? Россия предлагает а. реформа Конституции, б. проведение выборов, насколько мы знаем. Потому что это не решение беларусского народа, а навязывание России извне данного подхода. Второе. Насилие не прекращено, не начаты расследования, политические заключенные в тюрьмах. Третье. Конституция не работает. И четвертое. В этой атмосфере, в период полного правового дефолта, менять Конституцию невозможно. Она не будет признана беларусским народом. Спасибо за внимание. Спасибо, господин Латушко, за тем, что поделились видением конкретных инструментов, как нам с этим работать. Мы к этому вернемся чуть позднее. Сейчас я хотел бы чуть ближе взглянуть на то, что уже очень сильно упоминалось, а именно собственно беларусское население и гражданское общество. Мы несколько раз уже говорили, что некоторые аналитики убеждены, что происходит прорыв в формировании беларусской нации. Просто привести пример. Было много, найдено в последние месяцы большое количество тысячи местных чатов, которые связаны с созданием местных ячеек активистов. И сейчас мы хотим поговорить с Оксаной Шелест, сиологом из Центра Европейской Трансформации и хотим послушать ее анализ ситуации. Добрый день всем. Я начну наверное с того, что было бы неправильно рассматривать то, что происходит сейчас в Беларуси как результат каких-то достаточно коротких процессов или конкретных событий, потому что когда в августе начались эти события, мы сразу стали искать название своей революции, и мне кажется, что правильнее всего называть это революцией развития, и это результат длинного процесса социальных изменений. В этом смысле я соглашусь с господином Провалевичем, который вначале говорил о том, сколько разных направлениях последние как минимум 10 лет развивались белорусские государственные институты и белорусское общество. То есть если госинститут и госсистема режим, действующий на сегодняшний день, пошел по пути консервации и стагнации, то общественные процессы развивались параллельно и совершенно в другом ключе. Это все, что связано с эмансипацией, с преодолением патернализма, зависимости от государственных институтов, развития новых практик, инновационных направлений, то есть в принципе все, что развивалось в стране последние 10 лет, развивалось параллельно и даже почему это важно на сегодняшний день, потому что это говорит о том, что белорусское общество сегодня находится в том состоянии, которое порождает энергетику того революционного процессора, который мы наблюдаем. И последнее событие, которое раскачали эту ситуацию и привели к политической мобилизации, но тем не менее стали фактором, который сработал на эту политическую мобилизацию 2020 года, это, конечно, принуждение к углублению интеграции с Россией в 2019 году, ну и Бекфордов шнур реакции государственных структур, государственной политики в ситуации кризиса, вызванного распространением COVID-19. Тем не менее, мы можем говорить о том, что за последние 9 месяцев, вот начиная с весны этого года, белорусское общество прошло большой путь самоорганизации, большой такой всплеск разного рода инициатив от организации множество инициатив под конкретные задачи, которые взорвали буквально белорусский социум в ситуации борьбы с COVID-19, до формирования местных соседских городских сообществ, которые происходят прямо сегодня и сейчас. И поскольку вопрос, который ставился передо мной к этой дискуссии, состоял в том, в чем роль гражданского общества сегодня в белорусском триясе, я бы сказала, возможно, немножко провокативно, но по моему убеждению, это правильный тезис, который состоит в том, что именно гражданское общество сегодня является основным актором белорусской революции. С чем это связано? Это связано с тем, что при наличии вот этого ценностного сдвига, который, кстати, подтверждает последние исследования World Value Service, которое показало сильный сдвиг в белорусском обществе от ценностей, стабильности и безопасности в сторону ценностей развития, при наличии такого ценностного сдвига, при наличии энергетики, готовности к переменам и, собственно, потребности в этих переменах назревшие, мы имеем очень сильную слабость политического структурирования и политических институтов в стране. Я думаю, что не нужно здесь углубляться в причины этого, потому что понятно, что причиной является ситуация последних лет, когда режим сознательно и старательно уничтожал поле политики как таковое, но, тем не менее, к началу революционного процесса мы получили полное отсутствие политики как поля, полное отсутствие политических институтов и опыта политических действий. Политическая оппозиция оказалась, ну, старая, традиционная политическая оппозиция оказалась недееспособной в этот момент, организации гражданского общества, то есть неправительственные организации более продуктивных своих действий тоже не стали драйвером этого процесса. Поэтому белорусская революция развивалась как самоорганизованный, децентрализованный, очень активный процесс. И это, с одной стороны, ее сила, но, с другой стороны, на сегодняшний день эта сила остается силой, но, тем не менее, мы имеем проблемы, которые с этим связаны. Что мы имеем сегодня? Мы имеем достаточно массовую, очень массовую поддержку этого процесса. Мы имеем консолидированные требования, о которых уже говорили, и эти требования не исчерпываются остановлением остановки насилия, не исчерпываются восстановлением справедливости. Это требования переучреждения государства практически. То есть после того, как страна попала в ситуацию правового дефолта, после всего, что произошло за это время, да, я вижу, мы имеем четкую установку на перемены, на изменения власти и порядка как такового. И мы имеем большую энергетику, массовую включенность в этот процесс простых граждан и много гражданских инициатив, много самоорганизованных процессов, которые существуют, но не имеем никакой координации и, скажем так, общего плана. На сегодняшний день новое политическое лидерство скорее идет вслед за процессами, которые развиваются в Беларуси, а не задает их вектор, и это становится проблемой. На сегодняшний день уже и в самих местных сообществах, которые в том числе общаются в тех самых локальных чатах, о которых вы говорили, растет запрос на такого рода координацию, на своего рода дорожную карту, которая будет описывать наше движение к победе в этой революции. И на сегодняшний день, может быть, я что-то пропустила, но я знаю буквально полтора предложения такого рода. Это сценарий транзита власти, озвученный антикризисным, народным антикризисным управлением, и дорожная карта, описывающая процесс движения от политического кризиса к переощреждению государства, предложенное белорусским методологом, философом Владимиром Мацкевичем. Однако сегодня эти предложения остаются пока без широкого обсуждения, без нормальной критики и, главное, субъективации. На сегодняшний день, мне кажется, это один из базовых, ключевых моментов работы, который позволит этому восставшему гражданскому обществу двигаться более консолидированно и выходить из того тупика политического, который обозначен в теме нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо. Спасибо большое, Шелест. Слово самоорганизации несколько раз упоминалось. Это решающий момент, на мой взгляд. И сейчас давайте приключимся. Вы говорили, что гражданское общество — главный актор революции. И среди наших участников у нас есть как раз представитель гражданского общества. Конечно, не целиком, а одной инициативы. Это Андрей Карпека, урбанист Минской урбанистической платформы. И давайте послушаем его взгляд как активиста гражданского общества. Добрый день. Благодарю за возможность представить позицию представителя гражданского общества на Минском форуме. Я работаю в этой сфере более пяти лет, и сегодняшний политический кризис наиболее глубоко затронул гражданское общество в Беларуси. Его влияние двойственно и отличается в зависимости от субъектов гражданского общества. С одной стороны, это могут быть организации гражданского общества, с другой это могут быть низовые инициативы, не институционализированные. Сейчас это разделение принципиально важное. Организации гражданского общества отходят на второй план, а вперед выходят именно низовые инициативы. Именно о них мы думаем, когда описываем подъем гражданского общества в Беларуси. Что происходит с организациями гражданского общества? Представители их попадают в одну из наиболее уязвимых социальных категорий. Они находятся под постоянным давлением в атмосфере страха на протяжении всего периода своего существования в Беларуси. А после выборов многие НГО остановили свою работу, либо минимизировали ее. Некоторые коллективы и активисты выехали за подделы в Беларуси. Мне кажется, это важно учитывать при разговоре о гражданском обществе. Кроме очевидных причин в виде насилия и арестов, это также отсутствие легитимных органов власти, с которыми было бы возможно взаимодействие. Многие из организаций гражданского общества были ориентированы на сотрудничество с государством. Также мы находимся в кризисе такой глубины, при которой разговор о таких вещах, как благоустройство, права животных или экология практически невозможен. И отходит на второй план, а на первый план выходит правовой дефолт и систематическое государственное насилие. Тем не менее, есть положительная сторона в работе организации гражданского общества, это тенденция к более плотному взаимодействию как раз с низовыми инициативами. И более четкий запрос со стороны низовых инициатив на помощь, например, в вопросе комитетов территориального общественного самоуправления, который активно обсуждается в белорусском обществе сейчас. Что касается самих низовых инициатив, то на этом уровне можно наблюдать заметную активизацию граждан, которая проявляется в многообразии форм солидаризации, коллективного протеста. Возросшая активность, тем не менее, не гарантированно будет конвертироваться в систематическое или институционализированное участие. Почему? Потому что отсутствует практика демократии и коллективного принятия решения. Существует недоверие институциям, которое стало результатом более раннего принудительного участия в организациях гражданского общества, которые были прогосударственными, и стигматизация профессиональных активистов, их называли термоедами, грандоедами и так далее. Частично этот момент улучшается благодаря более плотному взаимодействию организации гражданского общества с низовыми инициативами сейчас. Также ситуация, которую мы видим сейчас, она экстраординарная, и далеко нет гарантии, что люди захотят участвовать активно в общественной жизни после того, как экстраординарная ситуация чуть-чуть поутихнет. Положительная сторона в этом моменте заключается в том, что из-за продолжительности протестов сформировалась инфраструктура. Это чаты, сайты, сервисы, боты, сети социальных контактов, которые позволят в дальнейшем активно распространять и продвигать идеи как раз-таки повестки и общего плана, когда они будут появляться в процессе. Основными условиями распространения работы организации гражданского общества является возвращение правовым рамкам, прекращение насилия, освобождение задержанных активистов и передача власти легитимному признаваемому обществу, политическому субъекту, который мог бы выступить партнером для организации гражданского общества. Пока это не происходит, мы наблюдаем переход активистов, профессионалов из НГО в низовые инициативы, так как протестная деятельность в имени организации гражданского общества сейчас практически невозможна. То, что организации гражданского общества могут делать прямо сейчас в сегодняшней ситуации, это поддержать низовый активизм, экспертной помощью, обменом опыта с сетью контактов. И это то, что происходит, то, что мы сейчас видим со стороны тех организаций гражданского общества, которые продолжают свою деятельность в Беларуси. Местным сообществам и низовым инициативам, которые активно развиваются сейчас, необходима легальная возможность участия в принятии решений. Если это сейчас невозможно, то это понадобится в ближайшем будущем. Также для местных сообществ в ситуации дальнейшего организационного развития необходимо будет политическое представительство. Спасибо. Большое спасибо. Мы продолжаем общаться с представителями гражданского общества. И мы много обсуждали сегодня ситуацию в Минске, а сейчас мы поговорим о ситуации в регионах. И наш следующий докладчик — это соучредитель гражданского комитета в Гродно, господин Дмитрий Бондарчук. Мы будем рады узнать ваше видение ситуации на Западе Беларуси. Прежде всего, я бы хотел, наверное, пожелать всем участникам и Минского форума, и всем, кто вынужден находиться вне Беларуси, тем, кто находится сейчас в закрытых учреждениях, поскорее вернуться в оффлайн, в страну и на свободу, чтобы мы могли более эффективно работать, наверное, в интересах Беларуси. Если не будет такая необходимость, Гродно всегда рад принять всех гостей. Вот. Мои пять минут должны быть про мобилизацию и гражданскую активность из перспектив региона. Многое уже сказано. И вначале, если так подсуммировать все, что было сказано, катализатором, наверное, мобилизации, если можно так сказать, послужила визуализация протеста. Потому что весной, когда в ответ на неадекватную оценку угрозы коронавируса создавались всевозможные группы взаимопомощи, мы почувствовали уже как бы всплеск активности. Но только вот эта предвыборная активность, она показала беларусам, как много есть потенциала в этом протесте, в мирном протесте. Потому что, давайте вспомним, мы видели и на этапе регистрации инициативных групп большое количество людей. Активность такую. И очереди по сбору подписей, отстаивание, право на регистрацию отдельных кандидатов тоже было выражено. Агитационные встречи с Трио даже в малых городах были многочисленные. Вот. Наконец, то количество избирателей, которые увидели друг друга с белыми лентами в день голосования, вот это и помогло все визуализировать количество беларусов, которые хотят перемен. Как говорится, все-таки один раз важно это все увидеть для того, чтобы почувствовать всю силу. И я согласен с Валерием Кавалевичем, эта компания как никогда показала, наверное, то, что у нас появилась такая седьмая область в Беларуси. Вот. Она находится в эмиграции. Это наша белорусская диаспора, которая вот проявила, вообще проявилась и показала солидарность со сторонниками перемен, которые находятся в Беларуси. Что касается Гродна, то я бы сказал, что мобилизация была положена, наверное, еще в семнадцатом году, когда прошел первый круглый стол с руководством оригинальной власти и общественно-политическим активом. Именно на том круглом столе нам удалось договориться о практике применения закона о проведении массовых мероприятий и с семнадцатого года проводить, скажем, вот даже дни воли в законном порядке и в том числе БНР-101, главное республиканское мероприятие, это тоже результат того круглого стола. На прошлых выборах в Палату представителей в Гродно был один округ, где общественные и политические силы объединились для работы в одном округе для того, чтобы голос Гродно, гродненских интересов был представлен в парламенте. Весной объединились для того, чтобы, объединили усилия для того, чтобы создать волонтерскую группу по ковиду. Вот это все способствовало тому, что после нескольких дней беспрецедентного насилия 9-11 августа мы смогли использовать весь потенциал для стабилизации обстановки в городе и создания условий для появления Совета народного доверия между властью и участниками протеста. Вот это вот почему получилось создать или проводить некие переговоры все горячие дни августа. Но эта попытка была в одностороннем порядке приостановлена, мое мнение, наверное, потому что слишком много внимания было в Гродно. И потому что у власти был другой сценарий в отношении города, в отношении Гродно, Гродничины. Был совершенно другой сценарий, который она разыгрывала. Вот поэтому пришлось скоротечно и менять губернатора и потом укреплять Кораником. И все это вылилось в большое давление на протест. Все-таки по Гроднинской области более 200 уголовных дел, тысячи административно осужденных. Я уже не говорю про увольнение, про вынужденную иммиграцию. И следует сказать, что кризис, конечно, затягивается и условия активного противодействия. Формы протеста тоже меняются. От цепей солидарности, массовых митингов и уличных шествий сторонники перемен находят новые формы мирного протеста. Ведь важно сохранить этот мирный протест, который девальвирует самый мощный ресурс режима силовиков. И этот ресурс невозможно применить на полную мощность. Формы протеста меняются. Тут уже говорилось о том, что есть группа взаимопомощи, онлайн-обучение, различные выражения солидарности, дворовая активность, отзывы депутатов, экотосы. Такие меры, может, меньше освещаются в красочных фотографиях в СМИ, чем массовые демонстрации. Только они не менее важны. Все-таки важно ведь изгнать не только Лукашенко с поста, а из голов белорусов, которые жили 26 лет вот в таком режиме, скажем так. И самое главное, наверное, ведь перемены в регионах наступят не когда поменяется власть в Минске или каким-то образом поменяются руководители на местах, а когда к власти придет то самое большинство сторонников перемен, когда они смогут войти в Катосы, в местные советы депутатов, когда они будут представлены депутатами палаты представителей. Вот только тогда, наверное, засвучит в регионах голос гродно-хойников Солигорской и Каменной горки. Спасибо. Благодарю вас огромное. Спасибо. Вы озвучили очень много важных моментов, и мы также подробнее их рассмотрим в дальнейшем. Завтра целая панельная дискуссия будет полностью посвящена вопросам взаимодействия с гражданским обществом в регионах, и мы сможем тогда углубиться в большее подробности. Сейчас у нас последний докладчик по списку, и это аналитик Белорусский институт стратегических исследований, господин Владимир Можейко. Он также доцент в Белорусском государственном университете физкультуры, и мы также обсуждали с ним вопросы плюсов и минусов диалога в контексте протеста, и мы с радостью сейчас узнаем от него, какой диалог он видит, возможно, в нынешней ситуации. Большое спасибо. Я хотел бы разметить свое выступление обсуждением проблем и перспектив диалога или переговоров на фоне протестов, потому что многие важные вещи про текущую ситуацию действительно уже были сказаны моими коллегами, я не хотел бы повторяться. И сфокусируюсь именно на теме переговоров, которая, на мой взгляд, является одной из ключевых, если мы хотим looking forward про развитие нашей ситуации. И для начала, мне кажется, важно отметить, что обе стороны конфликта уже как минимум декларативно идею диалога-то поддерживают. Хотя при этом, конечно, каждая сторона по-своему представляет и предварительные условия диалога, и процесс диалога, и время, и участников, и формат, и темы. Но на этом фоне, я бы сказал, декларирование готовности к какому-то удобному для себя диалогу, с обеих сторон справедливости ради сохраняют такие распространенные настроения на чистую победу. Как это выглядит? Он сказал, это можно сформулировать даже одинаково для обеих сторон, и для протестующих, и для власти. Это надежда на то, что мы на улицах их всех сметем, а потом каждого накажем. Однако уже протест продолжается более 100 дней. И, на мой взгляд, что эти 100 дней точно показали, это то, что ни у одной из сторон на данный момент нет достаточно сил, чтобы таким вот образом победить. И, на самом деле, это, мне кажется, очевидным прогрессом протеста. Потому что достаточно, например, сравнить ситуацию 10 лет назад, площадь 2010, которая была закищена за 6,5 минут. Сейчас ситуация совершенно другая. Какая, наверное, основная проблема, мешающая сейчас старту любого диалога, это то, что обе стороны выставляют друг другу предварительные условия, друг для друга неприемлемые. Что касается власти, власть хочет говорить о некой позитивной и конструктивной повестке, о реформе Конституции. При этом, конечно, при полном игнорировании вопросов насилия силовиков, собственно, результатов выборов и политзаключенных. И, конечно, власть хотела бы подобрать себе для разговора подходящих оппонентов. Ну, в идеале это были бы такие абстрактные представители родовых коллективов, то есть все, кого зовут на Всебелорусское народное собрание. Ну, также это ГОНГО, то есть фейковые общественные организации, такие, например, как Федерация профсоюзов, или это провластные политики, такие, как Олег Гайдукевич, ну, или перебежчики, согласные, в общем, нулевую повестку, такие, как Юрий Воскресенцев. Свою, ну, как мы видим, да, этот диалог совершенно, совершенно очень вне идет, и его имитация никак не способствует решению проблем в обществе, собственно, из-за которых власть, какой-то диалог вынуждена имитировать. Поэтому такая имитация смысла большого не имеет. Ну, в степлевости ради, оппоненты власти, в частности, Городационный Совет, также хотят диалога только после выполнения предварительных требований, которые всем известны и которые, безусловно, морально справедливые, но в то же время равносильные капитуляции Лукашенко. Даже если сейчас не говорить там про вопрос выборов, ну, в частности, например, требования расследования насилия силовиков, естественно, что первое, что вызовет такое расследование, это забастовка силовиков на новое насилие. Никто не будет готов бить протестующих на улице, если будет видеть, что за вчерашние такие действия его коллег началось расследование. И понятно, что такая забастовка силовиков на новое насилие, она автоматически, в общем, гарантирует победу улицы. То есть это такое требование для переговоров, после которого переговоры, по сути, не понадобятся. Ну, в общем, ничего удивительного, что власть на такое требование не соглашается. Ну, вообще, весь смысл этих переговоров, это касается и протестующих, власти, то есть смысл переговоров в том, что их ведут не с тем, кто тебе приятен. И их ведут именно тогда, когда по ключевым вопросам твои требования не выполнены. Наоборот, переговоры, они нужны в той ситуации, когда с другими методами не удается добиться того, чего ты хочешь. И переговоры приходится вести с теми, чьи притязания не признаешь, кто неприятен. И, в принципе, более того, я бы напомнил, что переговоры можно вести даже на войне, во время боевых действий, во время конфликтов. И сам факт проведения переговоров, он ничуть не означает ни согласие с оппонентами, ни признание их правоты или каких-то их притязаний. И в том числе поэтому, мне кажется, может быть важно использовать слово переговоры вместо диалог, раз с диалогом сложно. Спасибо, я вижу. Какие альтернативы есть переговорам? Ну, первая альтернатива – это силовое решение вопроса. Ну, очевидно, что у сторон либо нет ресурсов для этого необходимого, либо готовность их применять. Собственно, почему Лукашенко не применяет автоматическое оружие или танки, как на площади Сен-Лимын? Почему протестующие не применяют сами силы, не призывают ко внешней интервенции? У Лукашенко есть танки, у протестующих есть все каналы коммуникации. Но обе стороны понимают, что так будет только еще хуже, и вреда будет для них больше, чем польза от таких решений. И другая альтернатива – это сохранение текущей патовой ситуации в надежде, что кризис разрешится по другим причинам. То есть, на власть надеется на то, что люди устанут или будут запуганы нынешним уровнем насилия, а протестующие надеются, что продолжение протеста склонит еще больше людей на их сторону, а экономические трудности, усиленные третьим пакетом санкций, не позволят власти действовать эффективно и будут способствовать просколу элит. И, на самом деле, вот эта альтернатива самая вероятная, потому что не предполагает никаких принципиальных изменений в действиях обеих сторон. Но проблема в том, что это в сохранении статуса КО огромные издержки. Независимо от того, чем все закончится, в процессе будет уничтожена белорусская экономика. На восстановление могут быть годы и десятилетия. будут многочисленные жертвы, и не только те, кто сидят сутки, и кому-то за это придется отвечать. Возможно, не всем и сразу, но наиболее невезущим так точно. И каждый день протеста, наконец, увеличивает проскол белорусской нации, которая будет иметь далеко идущие последствия. Поэтому в завершение я хотел бы сказать, что, безусловно, все, что я сейчас говорил, это никак не аргументы протеста прекратить. Это не нужно и, в общем, невозможно. Это не желание белорусского общества. И очень хотелось бы верить, что обе стороны эти издержки будут понимать и к переговорам придут. И, видимо, на это еще понадобится некоторое время, и, возможно, углубление раскола элит, и переговоры не удовлетворят многих, очевидно, в итоге. Но это точно лучше, чем сохранение статуса КО или эскалации насилия. Спасибо. Спасибо, Вадим. Я думаю, что вы очень верно отметили, что есть разница между диалогом и переговорами, и оба этих понятия подразумевают желание вести разговоры с обеих сторон. И есть несколько вопросов. Первое. Это касается господина Латушко, разговор о конституционных реформах — это не что-то, что хотят белорусы, с одной стороны. С другой стороны, было сказано, что есть вопросы с диалогом. Возможно, отправной... То есть, если бы как отправной пункт, было выяснилось... С учетом недостаточного времени я говорил быстро. Я не говорил о том, что белорусы не хотят конституционной реформы. Я говорил, почему невозможен сегодня реализуемый Россией подход по конституционной реформе в Беларуси. Мы должны смотреть правде в глаза и понимать, и признать, что Лукашенко ничего не хотел менять. Ни конституции, ни проводить новых выборов. И то, что сегодня в повестку внутриполитическую внесен вопрос изменения в конституции — это инициатива Российской Федерации, не Лукашенко и не белорусского народа. Скажем так, в этот конкретный момент. Почему он невозможен? Потому что реформа Конституции в период, когда она навязывается извне, недопустимо. Когда не прекращено насилие, не начатое расследование по фактам совершенных преступлений в отношении граждан. Когда в стране политические заключенные, когда на, так скажем, максимально запущен аппарат репрессий, в этот момент принимать Конституцию невозможно. Главный фактор и то, что действующая Конституция не работает. Мы имеем правовой дефолт и фактически нарушение, неоднократное, многократное нарушение Конституции действующей. Как можно в такой атмосфере правового дефолта ставить вопрос Конституции? Первичным для нас являются выборы президента. Ну, конечно, предусловиями это освобождение, ответственность и наказание всех виновных. В последующем это выборы и Конституция. На мой персональный взгляд, вопрос о Конституции, изменение Конституции и переход к парламентско-президентской республике возможен после избрания президента. Почему? Для того, чтобы не допустить хаос в стране, для того, чтобы не наступила дезорганизация органов государственной власти и управления, которая может повлечь внутренние реваншистские действия со стороны различных военных и иных гражданских группировок или будут возникнуть дополнительные угрозы внешнего характера. Так что в начале выборы как можно быстрее, а потом замена Конституции. Бытует другая точка зрения, что можно и вместе с выборами президента проводить одновременно референдум по изменению Конституции. Но, на мой взгляд, это не самый верный подход, хотя его тоже бы не исключал. Вот моя позиция. Спасибо большое. И еще один момент касается того, о чем говорила госпожа Шелест, что есть очень сильная консолидация общества, активность со стороны людей. С другой стороны, как вы говорили, выходы из ситуации не обсуждаются на том уровне, на котором они должны заслуживать внимания. Вернее, на том уровне, который мог бы заслуживать внимания. Учитывая то, что вы были в Варшаве, другие люди были в ссылке, как все происходило в обсуждении. Именно России о том, что политические лидеры, находящиеся за рубежом, утратили поддержку общества и право выступать в внутриполитических процессах в качестве участников диалога. Тезис, на наш взгляд, абсолютно не выдерживает никакой критики. Потому что господин Лавров, который вчера заявляет это, если я не ошибаюсь, на саммите ОДКБ, ну или какой-то международной площадке, забыл один важный момент. Но принципиально важный. Что все политические лидеры сегодня, наиболее сильные, сидят в Беларуси в тюрьмах. И никто из них не находится на свободе. Это более 140 политических заключенных. Среди них и Бабарико, и Колесникова, и Знак, и Статкевич, и Северинец. И этот список мы можем продолжать. Те, кто находится за границей, я прежде всего хотел говорить на пример о Светлане Тихановской. Это вынужденное нахождение за границей. Мы неоднократно подчеркивали, когда будут прекращены уголовные дела, в тот же момент, в тот же час, политические лидеры, находящиеся за границей, готовы будут вернуться в Беларусь. Поэтому сегодня можно было бы рассматривать различные площадки, различные формы. Можно было говорить о начале диалога на территории третьей страны. Ну, например, Швеции, как будущей председателя ОБСЕ. Или Австрии, которая является, ну, да скажем, заинтересована во многом в разрешении этой ситуации, имея серьезные экономические и политические связи, как в Беларуси, так и в России. И за этот круглый стол, диалог или переговоры, как прозвучала сегодня позиция, конечно, должны быть приглашены как представители власти, так и представители Координационного совета, Светланы Тихановской, политических партий и репрессированных. Но проблема заключается в том, что власть не хочет освобождать из тюрем людей, которые репрессированы, которые по политическим основаниям находятся в тюрьме. Поэтому базовых три условия никто не отменял. Должно быть прекращены насилие, должно быть освобождены все политические, и все, кто совершил незаконные действия, должны быть привлечены к ответственности. Большое спасибо. У нас есть вопросы за аудиторией. Итак, заглядывая в будущее, насколько вероятно, что пробуждение общества, которое сейчас есть, преобразуется в совершенно новый состав парламента в Беларуси? Может быть, господин Карбалевич может нам что-то об этом поводу сказать? Для того, чтобы преобразовать вот это пробудившееся общество в какие-то новые институты, в парламентское большинство, надо первое – вернуть стране выборы. Сегодня выборов Беларуси нет. Нет как института. От слова «совсем». Поэтому вернуть в страну реально действующие государственные институты, такие как парламент, как суд, как конституционный суд, как местные советы. И только потом можно говорить о том, каким результатом приведут парламентские выборы. Поэтому начинать надо не с того конца. Спасибо. Вадим Мажейко, вы видите… Итак, вопрос Вадима Мажейко. Видите ли процессы, вопросы парламентских выборов, о которых мы уже говорили, все о них говорят, вернее, мы об этом не говорили, все говорят о президентских выборах. Так вот, не думаете ли вы, что люди об этом думают стратегически? Когда наступит такой момент, когда можно будет это сделать в условиях того, что будет происходить в будущем для того, чтобы выбраться из кризиса? Кто об этом думает? Я думаю, конечно, люди не вдаются в детали и не думают о парламентских выборах, в том числе потому, что, как Гаверий Иванович совершенно верно сказал, поскольку да, парламент сейчас не работает. Я думаю, для тех представителей белорусского общества, которые не глубоко взянут политические процессы, в целом не очень ясно, что это за структурой, какую же роль он сегодня выполняет в Беларуси, какую должен выполнять. Но, безусловно, это понимание оживится, как только свободные выборы будут проходить. И очевидно, что любые изменения в белорусской политической системе, быть они даже инициированы Лукашенко или быть инициированы новой властью, они в любом случае будут связаны с усилением роли парламента, но как минимум потому, что в обратную сторону усилять точно некуда. Соответственно, парламент будет играть все больше роль. И это вариант, который многих бы устраивал, потому что, с одной стороны, парламент позволит и вот этим новым инициативам протестующих себя проявить и выдвинуть каких-то депутатов. Он позволит всем новым политическим силам распределить баланс своего влияния. И в том числе с точки зрения внешних акторов России. Очевидно, что пророссийские силы даже на самых свободных выборах также в белорусский парламент войдут, потому что некоторое количество общества они в любом случае выражают. Поэтому такой вариант был бы интересен, наверное, в каком смысле всем тем, кто заинтересован в Белоруссии в переменах. Но для этого, конечно, надо много делать. И поэтому, да, видимо, сейчас, в том числе того, что Павел сейчас говорил, безусловно, базовые требования никуда не снимаются. Я полностью с ними, как я сказал, морально согласен. Вопрос в том, что как приблизить процесс переговоров с учетом того, что при сохранении этих требований мы прекрасно понимаем, почему власть в такие переговоры не будет заинтересована идти. И если мы хотим переговоры все-таки приблизить, важно, да, совершенно думать над теми инструментариями, которые мы можем задействовать и быть гибкими в инструментах, оставаясь гибкими в ценностях для того, чтобы достигать своих целей и, собственно, приближать перемены в Беларуси. Огромное спасибо. Спасибо. Я благодарю всех докладчиков, всех участников панельной дискуссии. Господина Карбалевича, господина Латушка, госпожу Шелест, господина Бондарчука, господина Карпека и господина Можайко. Огромное вам спасибо за участие в этой панельной дискуссии. Мы затронули вопросы международной обстановки и международного измерения данной ситуации. Мы чуть подробнее обсудим эти вопросы в рамках следующей панельной дискуссии. И я передаю слово своему коллеге и с радостью участвую в дискуссиях в течение следующего дня. Большое спасибо. Я извиняюсь. Мы можем задавать вопросы через канал YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok